Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даже Павел считал себя счастливым Мне этого счастья не дали Не дали Речь идет сегодня не столько об общине, сколько обо мне и о книгах Потому что община оказалась не без меня То есть Бог это сделал, но через вот такой сосуд И поэтому удары, которые идут на меня, они идут все мимо Я их не принимаю Вот что мы хотели бы сегодня конкретно сказать Мы желаем единения Но желаем единения только во Христе И значит вопрос стоит то, что мы вот говорили, понимали Во Христе это или не во Христе? Вот с этой позиции я хочу рассмотреть Если с этим мы соглашаемся Нас уже ничто не разделяет Мы уже обнимаемся, отсыдуемся Идем вместе, друг друга защищаем Друг друга покупаем из плена Мы братья и у нас один отец Не Яков, а Всевышний Который даровал нам эту свободу во Христе Евангелие от руки 17 глава 3 стих Наблюдайте за собою Если же согрешит против тебя брат твой Выговори ему Если покаяться, прости ему Вот другого нет Перевернуть Начать с новой страницы Забудем другое, перейдем на другой этаж Это не от Бога От Бога вот прямая инструкция дается Он согрешил, а ты имеешь право ему сказать А он не покаялся Второй этап, двух-трех возьми А если не покаялся, третий этап, только три этапа Всему собранию знать А тогда, как мы тали грешних Ну а что дальше? Соглашенными выходи Ну и все остальное выпекай Поэтому мы обязаны просто Согласно этого Слова Божия Высказать все претензии и обиды Обиды Это перед Богом Почему? Бери на мою обиду На мою печать А где на обиды? Обиды конкретному человеку Он может покаяться Почему будут обижаться на Сталина, на Горбачева Когда их нет уже? Моя задача поговорить с тем, кто рядом С епископом, с вами У меня почти каждому есть из вас претензии А вы ко мне скажите Вот тогда это камня за празухой нет Я никогда не молчал И патриарх указал письмо читать Я ему все сказал Как вы патриарх будете отвечать? Что вы творили епископы, рукоположенные вами? Златонус говорит, засет в этих патриарх Вы никогда не считали, что Златонус говорит, что больше сейчас священников погибает Вот вас сейчас здесь пять священников Минимум трое будете в аду И не надо их думать, что по-другому будет А может быть не три, а четыре будет Но я еще знаю такое Есть настольная книга священного служателя Капитальнейший труд По благословению патриарха Пимена Третий дом, 601-я страница Посмотрите Серафим Заровский три дня и три ночи Молится конкретно с одной целью Он чувствовал, что страшная беда Надвигается на Русь И виновный священник епископ Архиерея там написано И три дня и ночь нет ответа И вдруг Бог заговорил Как он заговорил? Не знаю, в шуме ветра В шелесте листьев Или голосом потрясающим Но он ответил Не пощежуй, не помилуй Как будто ни одного русского архиерея Священника нет Достойно войти в Царство Небесное А дали ответ За то, что оставили заповеди мои И покоряются вымыслом человеческим Это не видение патриарха Алексея II От Феодосия Которое было или не было Это конкретно называют страницу Это написано везде Сегодня в удивлении называют Как могли пропустить это? Как мне сказал один Такой маститый протеерей В орден Отец Александр Значит, еще не все у нас Жидовство еще захватили Еще правдой благодят Через Святое Православие А для чего осталось? То, чтобы пробудились от сна А Серафим он не враг православия был Кроме того Есть такое одно выражение Не всем из детства Феофана Запольника Он говорил Пройдет одно от силы два поколения И вера православная На усе угаснет окончательно Здесь только два вопроса Или это был лже-порок Потому что вера-то светет Или он имел ввиду другую веру Не эту Которую нам насадили сегодня А эту веру мы можем только сверять А сверять по Слову Божию А Слово Божие на первом месте должно стоять Написано Вникай в закон День и ночь И занимайся с ним постоянно Вот так поступай Спасешь тебя из слушающих тебя Был такой один святой Он вышел и сказал Если слова мои не сходятся с Библией Не верьте мне Я ни разу не слышал И думаю не услышал А вы съедите слов За тысячу лет никого не слышал Святой Кирилл Исалинский Чтобы сказать это Девочек надо научить прихожанам Слово Божие Чтобы они смело могли сказать Один стой Как у суббольщиков Платитистов Они сразу его самой В стаффектр ставщик Ты что говоришь Субботу Бог дал Закон дал Как ты можешь против говорить У нас все Спаси Христос батюшка Она попала Спаси Христос батюшка Все Научение кончилось И необходимо Вникать день и ночь Это то Куда мы делим Мы поставили задачу Приблизиться к Господу Насколько это было успешно Не нам мешать Но Мы можем кое-что сказать Второе Парапоминон 12-6 Кто может запишите Вы творите не суд человеческий Но суд Господа И он с вами В деле суда Вы сейчас что делаете Говорите Пойдете к Максиму И говорить будете Что-то не так передадите Благо это записано Тогда хорошо А не так Вы суд Божий творите отцы Вы все время помните Вы служители Божьи И за каждое слово отвечать Я перечислил только за последнее время Что я претерпел от этих служителей Божьих И при том выйти Выговорить брату нет никакой возможности Он отравливает Пасху Они кидаются в рации Вызывают в милицию Вы знаете Я называю имена Даты И просил вызвать всегда их Вы имели эту возможность И начать с нового листа Как Чтобы брату выговорили Он покажется Но этого нет Мы приезжаем в милицию Батюшка нас благословил Идите к священнику Мы так и делаем Приходим Отец Олег Он нас принял Настороженно Потом Видно что Расслабился Вышел на скамейке Сидим Хорошо Благослови батюшка Мы поехали 6-5 недель И мы приедем Итак мы договорились с клубом Дом культуры называют И мы сюда приедем Мы вывешиваем сейчас объявление по селу Хорошо Не звука Ровно За 12 часов В час Дня В субботу Звонок от отца священника Вы не приезжайте Как не приезжайте Народ уведомлен Все столбы обклеили Отец Александр Благощинный Знаете о ком говорю А он сказал Этого не должно быть А почему отец Александр То есть Священники не свободны Поэтому они такие бесталантные Таланты только там где свобода Где Дух Господний Так свобода Бог не может с рабами работать Богу нужен чистый сосуд И он туда туда вливает Вот я Говори Слушай и тракую Вот как Самуил отвечал И когда человек так говорит Бог избирает вы И начинает его двигать А если я пойду Владыка Благосподитель Нет Богу не нужны эти Двоедушные люди Он по той морской волне Поднимает И развивает Вот и развеян У нас по всему миру Я последнее только высказываю Патриарха Кирилла Хочу взять Он страшные вещи говорит Духовные развалины Алтайская правда Печатает это Далее Священники Ничего не хотят делать Я посылаю на север Он говорит Там воздуха не хватает Да какой тебе воздух Ты монах Ты отрекся от всего Это открыто говорит По телевидению Я думаю У него обстановка Известна И они понимают Как Андрей Кураев говорит Если мы этого не поняли И не обратим внимание На молодежь Шестьдесят лет Будет не Московский патриархат А московский халифат Газета литературная Я могу цифры Да у меня все записано здесь И спорить не приходится Есть такие очень известные люди Как Мещеринов отец Петр Данилов монастыря настоятель Любомин И он говорит Дальше пересчитает Небольшая книжница И он говорит Чем занимаются священники Как конкретно Белый магизм Самое настоящее шамонство А вот сделает то Сделает Такие молитвы Туда сделает Хадж свой Приди там поклонись И что-то будет Бог смотрит на сердца Но если сердца мертвый ничто Это внешне нам не поможет Нам может быть по-другому Отвечая Никогда и нигде Я человек с нечистыми устами Ну вот Берес Херафим Пробудит угли Иди проповедую Вот я Господи Мы должны выйти и сказать Мы ведь Ничего нового-то не делаем Вы реформаторы Я не реформатор Я желаю вернуться к истокам Как царь и зэки Как те, которые пробуждались Они желали Возобновить заново алтарь Построить стену Как нееме И восстановить богослужение Истинному Богу Иегове А просто ходить И думать Что мы верующие И случайно найти Одно Слово Божие Так, под деньгами Заваленное Когда принесли к царю И нам задало себе одежду На всю страну Ни одного Евангелия не было По тогдашим Если сказать А то какая же была вера Это православная Но у нас ящики смешные Поопрокинуть Может там забыли Где-то Найти 2 Павеликанон 15.7 Итак Да будет страх Господень На вас Действуйте осмотрительно Ибо нет у Господа Бога нашего Ни правды, ни лицеприятия Ни вздоль и вства На чем все и сегодня строится Был такой человек Историк Харсов Кривитин Шесть сроков освидел Не каждому Подавалось мятежевым И он написал Страна моя больная Трусость и корысть Корысть и струсость И трижды больная Это моя родная Православная церковь В этом году 27 января В пять часов вечера Будет ровно пятьдесят лет Когда я обратился К Богу сознательно По Евангелию И подтверждает Что это так Непрерывные поборы Непрерывные Меня спрашивает священник Когда он звонит И говорит А ты знаешь что у тебя новый епископ А который проезжает по емпархии Но не драма мысли Я говорю знаю кто Тихие фигурочки Я показывал Других я мало знал Но встречался У него на стене раны Ничего больше нету Можно-то было подражать А это верно Он уходит Отработал Вот С чистого листа Кто желает Я посмотрел По разным-разным Источникам По литературе Древолюционной Сигнар предлагает Волковце Крокодил Лаль Удав кролику Тактику Уступление бдительности У христиан Совершенно другое Когда обречаю Кого-то Я естественно Протягиваю ему Руку общения И говорю Брат Обречи меня Я не хочу Выйти из этого помещения Другим Я должен выйти Чище Лучше Благоводнее Сирак 717 Боящийся Господа Направляет Дружбу свою Так Чтобы какого Он сам Таким Делается И друг его Вот я вопрос Уставлю Мы друг друга немного знаем Я не верующий вопрос задаю Вы хотели Чтоб я был как вы Я вам задаю Хотели Чтоб я сегодня стал как вы Ничем не отличаюсь Как вы все семинаристы Ну как все люди Моего возраста А вы меня спросите А вы хотели бы Чтоб Мы стали такие Как ты Вот у вас Я как Какие я вижу патриархии Не хочу быть Я это обоюсь Ко чему Это смерть Люди ничего не знают Вообще не знают Момент В один день Сейчас почему Катастрофа в России Опрокинули все Священников на рилы подняли А мы где-то совсем рядом уже Будут не стрелять и колотушками быть И где высыпать Будут все выжигать Сами посеяли Я все эти годы трубил об этом Успевайте батюшки Успевайте Успевайте Народ упущен Я работаю в интернете Знаю какая обстановка Из 90 дам работающих Рассказывающих Из 100 95 сектанты Разных толков И у всех Пышет ненависть Лютое православие к священникам Карикатура нет числа Сейчас нападки на патриарха Конца нету Мы сами выселили это Все еще ветер Пожрет бурю Я не ухожу от этого наказания Я православный И по неволе я беру на себя это все Когда мы приходим к людям Говорят А где вы были? Тут все люди проходили Афетисты и ягодисты Почему вы не работаете? А мы не работаем, чтобы Не родились свыше В прошлый раз, когда мы говорили Батюшка говорил Серьезные были обвинения Высказаны Но в такой мягкой форме И они были пренебрежены Об объединении речи на соборах не было Не было Это выдумка И задача была Но она была где-то там Кирилейна Под зеленым цепном То есть думали Пойдут А потом поставим условия Подожмем И будут Мне звонит полковник КГБ Ну наконец-то Объединились А какое это отношение? Ну теперь мы с католиками Будем бить не пятерню А кулаком будем бить? Да неужели Бог нам Дал кулак для того Чтобы бить католиков? У католиков много можно поучиться Как мать Тараса называлась живая святая Как Иоанна Максимовича называли Живой святой Как назвал его католический священник Я вам предлагал в самом начале Вот это все и есть Это я сгинул Попросил скорее еще два вопроса Жить не по лжи и о благовестии По этим вопросам нигде не коснулись Совершенно Вот смотрите Какие претензии Жить не по лжи Сколько таяц Это все на семь Я даже батюшка Мой родной брат Он на пять лет моложе меня Он через меня пришел В Бог Я говорю скажите Батюшка Ты не знаешь что таинство нарушается в церкви? Да? Знаю Все это не то нарушается Не то что нарушается Умышленные извращаются Я назывался священником Ну ты знаешь что ты неправильно делаешь Знаю Как же ты Бога это не боишься? Ты же людей во всех загоняешь Так это мало того Он начинает меня гнать Замолчи Ты ретик Заглохни Я не ретик Я исповедую Христа Во Святой Троице Единого Славима Но Бог сказал И таинство Скажи ты крещение слышал так? Посчитай что в третьем тебе написано Троекратное погружение Поделение он показывает И так Это троекратное погружение Вот так ребенок Отец ногами держит и поливает Не в другое время Именно в это время Говорит Поделение показывает И батюшка смотрит Ну смотри что они делают Это то Сейчас венчане Это не церкви нигде Венцы сзади выйдет Но держит Как? Где венчали когда? Посмотри в другое время Венок наливаешь За голову Когда зато усто хвалили Он говорит Венок больше головой Опустился до плеч На голове не задержался Но чтоб держать над головой И считать что он Человек-венчан Кто? А чтоб не запахчивать Я говорю Батюшка а почему не венчаете людей-то? Ну знаете Люди бывают там потные Бывает там лакировка И все И таинство может вверх ногами Да люди пленеют алкогом Наливай квасу или морсую Причищай Вот ты же знаешь Как к причастию надо подходить Как готовиться Спроси людей Первую седьмую неделю постимся Златаул говорит Почти первую седьмую дочь царя Конавится ему А основные пренебреги Я говорю Батюшка а какое таинство Больше всего нарушается Больше откровение Наглея Он мне ответил Я говорю Покаляне Исповедь Нигде столько лжи нету как здесь Разбирает на несколько частей Благоставляет у одного священника одно Скажет у другого Сказать нельзя Священник умрет от ужаса Ты дочку мою Исповедуй Она такая девственница Абрусик Юрасов пишет Я гостану исповедовать У нее четыре аборта А драмателина Девственница Исповедуй Она такая уже сжиманная Девственница Исповедуй так Как по пути Боровскому шел Князь Петр и говорит Колени подгибались от страха Но он святой И святой потому что Больше число людей в рай был И потому что он строгий был Но он знал по-другому нельзя Усилием берется царствие Божие Нам православным легко ссылать Я говорю Кирилл Бурсалимский сказал Блаженый Иероним Далее Есть брошюра такая По крещению И затезал ее Игумен Игнатий Ну Он меня не знает Я не знаю Но на брошюрке Дам вам отцы Вот это вот Моя визиточка Возьмите Вот это вот фотография Она взятая из интернета Я хочу сказать Дальше Ничего лучше они не нашли Передайте отсюда Вот Продаю дальше По благословению Патриарх Алексея Второго И она продается брошюрка И Одна сестра Знакомая Она подошла и говорит А на картинке это крещение Одесса Ахим Покрасит Как Убрать все Брошюрки Неверенно Сжечь Вам рассказать Где и кто Я назову вам Из-за того что Эта картинка Выбрана Автором Благословенным Патриархом Не знаю картинка благословенна Нет Ну а текст написан так Что здесь юридического Что священник в воду зашел Написано И Филипп и Емух Оба сошли в воду Где Какая верность то Из своей брошюрки Изъять и сжечь Это уже не бешенство Это полное обезнование от злопа Исидор Пилосиот Святой такой Малоизвестный как Ну как говорил Предвзятость Не дает здравого мышления А злоба вообще отнимает разум Вот мы в этом состоянии Можем легко оказаться Никакой предвзятости Вы знаете Здесь есть Вот среди вас Известный отец Александр У меня не были мирными отношениями с его отцом И причина одна Мы радовали За благовестие За проповедь У нас были очень натянутые отношения Очень 25 лет наверное Но Я много проповедовал Думаю что в России никто столько Во всех отделах милиции Воинские счастья везде И вот Сталин на него всякую примету говорит Говорит Нехорошие Просто против седьмой заповеди Я столько имел встреч Я встал в течение примерно двух дней Я все разметал Нигде не осталось Их печати везде Все Ложь Стопроцентная ложь И когда он узнал отец Николай Как он благодарил И никакой же ваш брак Не брак он Никак Это друг мой Я за его душу вылез Не было этого И легко доказать Я двух лыжецов представил И все А его дочка с нами Я ему дочке еще в школе Перестаньте болтать А если училась На годе медицинском Педиатрии Какая группа называется Я документы имею на руках Не надо лгать Даже если против врага Говорят мы правду И тогда восстанет На мою сторону Не этот священник не встает Конкретно Что делает священник В Реглии Он называет милицию У него связи Он представляет Свидетелей Его А на них только что Публикация в Горном Алтае Там суд идет Мы приезжаем Все закрыто Милиция Но ладно там оказался Олег Казаков Резатор и с ним знакомый Кто приехал с нам Фермер Долгов И стали говорить Позвонил сразу Они говорили Регистрируют На Малтайском краевом Отделею инвестиции Православную Вы зачем не правду говорите И написали А кто же оставил священника Первым секретарем КПСС по идеологии Кого пускать не пускать А газеты их Знамя труда То есть они Против себя пошли Он знал не правду Знал Теперь Ну ладно Ну не надо Это единичный случай Единичный Мы приезжаем В Павловск Двадцать тысяч населения Священник гоняется на нами Вызывает милицию Я в другом конце Мне идите Скорее Наших ребят забрали Вот он сидит Я приезжаю Милиция Все засняли Они хотели сказать Не снимайте Они сожулили Чтобы не снимали Мы все засняли Я говорю Ребята У вас хорошая зарплата Вам что лишнее Записали Показали документы Да нет Ну ничего И он за священником А скажите А что теперь дальше Что делать Да ничего Он оболгал вас Мы православные Мы недалеко На противном Строишься И заканчивая В каждом 56 сет Мы зовем Только в храмы Православия Московской Патриархии Только Ни одного исключения Не было И вот мы предлагаем Совместное сейчас Благовестник Рассмотрите У нас такой опыт Которого у него Сектанта нет Мы живем День и ночь Мы почти Сто процентов Жертвуем Все Абсолютное дело Благовестник По-другому не возродятся души Был бы я сектант Я бы уже 56 общину организовал Но я не могу Я православным Толкаю их батюшка Который вырубит меня Я у него вчера так и причащался Рядом у меня сестра И говорит А может я к вам поговорю Переять за Семена Подойдите и кинул Спросите А он меня прищищал А он не слышит Что я сзади ебил Такой был грузный Батюшка 153 кг веса При росте 168 А кто крикнует Да нельзя Это еретик Он меня прищищал Я у него ремонтирую дом Достаю ему все И ни другое молнию Ни сколько Я уж не стал показывать У него глаза Я бы провалился здесь А мне в Толковску Только отошли от храма Я говорю Ты благослови что мы занимались На дому Это Это Внутреннее 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 Приезжаем в корабель Духовная литература и есть Войдите в храме Какая есть 5000 загадок Сонники разные Волшебство и прочее Она вытаскивает Эта цельная Духовная литература Я говорю Я думал, что это у вас поминание, потому что, что он лучше, одесса Роман скажет. То есть он подмер, это идол. Самый натуральный идол, это говорит Василий Великий. Если священник не учит, он как идол по злащебным и так же по безгласиям. Так что смотри, крестом может блестеть, а душа не блестит. Думай об этом. Исаия 5.20. Горе тем, которое зло называет добром, и добро злом. Чему почитает светом, и свет тьмою. Горько почитает сладким, а сладкое горьким. Нас это прямо касается. И вот только я-то все записал на видик и подарил. Вот сидит ваш секретарь. И сказал, если можно, пожалуйста, вызовите священника. Мне хочется открыто поговорить. И сказать, ну рубишь голову, Настя, это невинно. Вы не православные, это все записано. Мы читали ваши книги. Ну назови, я-то считал. Но ничего не можно, я не считал. Но если читал заголовок только. Мои книги читать человек должен знать Евангелие. Когда сидели за столом, в прошлый раз Евтихий сказал, вам никогда не обвините, потому что все книги на Евангелие. Там сымитировано все. Там мне наши головы досталось считать, вернулись и сказали, это настольные книги для священнослужителей. Как архиерея мне говорит, это настольные книги стали теперь. Книги посланные. Телевизор выделили. У Путина, у Медведева и у Патриарха. И священник выходит в село Завьялово. Отец Александр, ну как, братья и сестры, тепло сегодня у нас, да тепло. А почему у нас тепло в храме? Потому что мне Игнатий дал книги Евангелия, я их сжег. Они похваляются. Слышите, отец Сергей? Они кощунствуют. Это Новый Завет, изданный впервые на 8 параметров. Лучше всех самых лучших в толковании блаженных эпилактов. Но там 297 моих комментариев о положении в церкви. А тут как-то уже непрерывно, я не толкую, а усиливаю, как-то привожу к сегодняшнему дню слова эпилакта. Он непрерывно говорит о проповеди, непрерывной проповеди всех, не только священников. А я их сжег, каменный обиль, священники лепевают. На исповеди батюшку, исповедует бабушку. Ну, вы знаете, гординка. Слышали такого, бывшего коммуниста? А вот узнали у такой батюшки Татьяны. Татьяна, так у тебя еще есть Евангелие тебе Игнатий дал. Да не Игнатий, а Павел, Ермоленко. Принеси. Да его надо принеси, и причащать не буду. Это самая страшная игра, причащаем батюшки играет. Я не крещу, и ты подпойдешь. Как священник разводит. Она вся опухла, вода не отходит, Татьяна, а там священник, и буду крещать, пока не покажешь, что приняла крещение. Ему надо сломить ее. И чем закончилось? А тем закончилось. Что все отнято. И когда к этому священнику я подхожу, я спрашиваю, батюшка, так ли было? А только вчера собирался к нам ехать. А там американские шпионы, с подпоясками, с такими-то, с бородами. Дом его лишенных. И тут же сестра нашего брата там же ходит, и батюшка, да не так же все, ну вот показывай, ничего не слышит. Я знаю, почему это. Знаю. Я называю вам даты, места. Выгоняйте Игнатий, только уезжайте. Игнатий Тихонович, только уезжайте. А здесь Роман. Теперь Кеменцеву. Единственное, где нам повезло, шел оболит. И батюшка болел. Болела его не было. Но из всех священников еще один Александр вышел, который нас вышел, проводил, обьянув, благословил. Я боюсь его называть. Сожмут его. Попы его с лопой, говорит, не подарятся. Почему? Потому что он будет мешать. Если вы четко забудете, его не будет, я вам скажу, обратите на него внимание. Сказать? Он благочинный, село Родина. Романова. Прекрасный батюшка. Он сказал. А почему мне не сказали? Батюшка, мы говорим, ничего кроме препятствий нет. Да я бы раньше пригласил, накормил. Понимаете как? Нам ничего не надо. Мы благословились, и в душе все еще. Вы когда были поклонились тому Присову? А я по сегодняшний день рассказываю, я видел, как люди любят богослужение, любят алтарь, любят святость. Дальше. Говорят о уничтожении книг. Суд, пожалуйста. Я готов предстать на суд и буду посчитать себя счастливым. Все-таки книги первые вышли, ровно 10 лет. За 10 лет можно было. Мой адрес на первой странице, напоследнее, телефоны. Но еще никто нигде ни разу не заикнулся. Да как это можно было? По любой программе проводите меня. Но согласно Слову Божию. А единственное. Псалом 132, 1-й стих. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Ибо так заповедовал Господь там. Благословение и жизнь на веке. Там, где братья любят во Христе друг друга. Не просто мы любим. Люди мира тоже любят друг друга. А во Христе, что Он спасенный, что Он намыт кровью Христовой, что Он жизнь посвятил для Христа. Вы сделали примером для Сиахаи, Павел говорит. Так ли? Ефесянам 4.3. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Ни под одной эгидой, ни под одной длани емпархии. Этого нигде нет. Я немножко скажу о этих словах, которые сегодня... Самые трухлявые и неподдые слова, это сегодня окормлять, поцерковляться, каноническая территория. Это слова, злодейские, убивающие рождение свыше. Люди понимают, помаленьку хожу, привыкаю, знаю, через какое я пришел, смещу, подавать, воцерковлять. Да нет, эти слова. Откуда вы их берете? Это новые слова. Слово окормлять, по слову Рожьего, только один смысл, это отравлять. Ничего больше нет. Кто вас... А когда я прихожу к вам со Христом или с телом Христом, все, окормляю тюрьму, окормляю армию. Все блудников соберут, все. Столько с причастием мы говорим. А потому, говорит, тело мое лучше отдам на сиденье. Сам, чем не достойно, причащаюсь в конце тела Христова. Я однажды это услышал, я поставил себе задачу. Выполнить. Слово Божие живо и действенное. А то у меня эпидрох на стене висит. Живо, оно сегодня сказано. Мне лично сказано. Поэтому я разговариваю, пишу письмо Патриарху Пимену, Алексею мне раз писал. Ну, писать как в вашей епархии, это как в Мертвое болото. Как будто бы там муляшки, никого нет. Никогда не отвечают вообще. В прокуратуру я обращался 32 раза, 32 объяснения. В Краевой администрации я обращался 48 раз, 48 ответов пришло. Патриархию написал и сюда. Примерно 50 лет одного ответа. И я понял, что никого там нет. А если есть, то люди жестокие, жестокосветные, никого не любят. Я не враг. Вы знаете, в прошлый раз тогда были, я говорил. Я не мог подать приглашение архиерею. Меня дальше не пускают. Там задерживают. Я буду передать. Мне не надо. А бумаги только в четвертку или среду принимают. Я говорю, а то, как КГБ был сейчас пригласил там, ну, прокуратуре, судеб, везде приняли. Вы кто такие? Бог же будет выдрихать вас. Выдрихать, когда их поражают и жарят. Ифисиатом 4, 13. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в Мужа Совершенного и в меру полного возраста Христова. Салом 49, 18. Когда видишь вора, сходишься с ним, ты про любая, и не сообщаешься. Вот, в связи с это с миром, с силовыми структурами, это не божественно. Завтра потянут власть. Вы пойдете первыми за то, что заступались. Сегодня, когда сказали более-менее смело говорить патриарх, все говорят, крысы бегут с кораблей, а то власть не устанет. Если священники уже в курсе говорят, что востокно, что-то тут есть с этой властью. Ну, патриарх же там говорит, что надо смотреть, народ взрывает, надо как-то отвечать, а там резко сразу среагируют. Ну, там не здорово хватает. Мы должны быть безборезненными, как светило сиять в этом мире. Второе корейство 6, 14. Не преклоняйтесь по чужой верно с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общим и светосадьмою? Этот вопрос вообще не ставится. Верующий, неверующий, когда обратился, сказать не может. Как Андрей Кураев обратился. Был студентом, неверующий, обернулся и увидел у сигналистов глаза какие-то. Я задумался, глаза увидел. Как правильно по себе свидетельствовал. Два часа говорил, я не мог показать, когда обратился. А вот там студент был, он стал говорить о Боге, и я подумал, да не подумал, это встреча со Христом. Это вспышка. Это переворот жизни. Это новая жизнь во Христе совершенно. Вот все спрашивают, ну, какая была идея. Я скажу, отец детства готова к составе ровесной. Отомстить коммунистам за пороганную землю. Меня отец все рассказывал, я видел. Но Бог сказал, ты будешь гоним, ты пойдешь в фирму милогеряне, тебя будут мучить. Бог переменил все. И у меня врагов нет. Знаете, если я начну все рассказывать, люди говорят, да ты дай рассказку рассказываешь. Молишься, и молитва не закончена, и уже с другого конца света звонят ответ. Прямо тут же сразу ответ Бог дает. А убеждают, что Он живой Бог. Живой, слышащий, отвечающий. Малахи 1.10. Лучше бы кто-нибудь из вас запер быть верен, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Самого. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Вот и все, и благословение Твое. Богу-то неблагоугодно. Как Феофан Затморкий говорит. Архиерей говорит, благословляю. А Господь говорит, не благословляю. Спрашивает одно архиерея. Вот архиерей сказал вот так. А кануне говорят, а что нам слушать? Он говорит, конечно, архиерея. Да к кануне говорят, ну к кануне когда-то были. Архиерей-то живой, он сгреет меня, сегодня же он переместит. Я могу назвать фамилию архиерея, все. О, лично, говорит. Я разговаривал не с одним архиереем. Я в Москву как-то приехал, ладно, тайно три архиерея приехало. Пописи это, три. И начинает когда говорить, думаешь, ужас один. Вот в этой партии мы беседовали с Антонием. И тут же был Ифтихий. Мы стали говорить, он меня все время звал к себе, у меня ни одного миссионера нет. Ты не ходи, я тебе на любой храм дам. А потом, пока дверь приоткрыл, выгнал, мы говорим, а что? Боюсь. На меня покушение это уже было. Нам жутко стало. На четыре человека было. Чего он умер, от чего, бог его знает. Но три раза в пещере на меня наезжал, три раза дал прорежение. А я говорю, этого архиерея хватает ума, видимо, ни разу против не сказал о густой форме. Поэтому, ну, я ни разу нигде не выступил. Я, ну, обязан просто ответить. И это не в одном месте. Если бы в одном месте, это все, но абсолютно везде. Где бы я ни был, ответ один. Вы никогда не бойтесь правды, отцы. Вот спрашивают, а как вы считаете, московская патриархия редитивна самоустройство? Антиредитивна. И организовали Берии со Сталином. В 43-м году, в месяце сентября. Когда комбаска спрашивает, а как вы характеризует один слов ложь, а двумя всегдашняя ложь, а двумя, тотальная всегдашняя ложь. Вопрос снят. Но можно кримить? Можно. Сколько лет? Один день. Имея страх Божий. Прийти всем на покаяние. Не имеющим крещения принять крещение. Которое повинно под эпидемию. И церковь уже обновится. Как во времена Дельки, 249-251 год. Как горох, как туй посыпались при гонении. Но уже через 3 года церковь стала в количестве больше, а в качестве, не надо говорить, сотни раз увеличилось в качестве. Вот такая жизнь, она разморила нас. Уточняли их без страха. Не помню. Но можно кримить? Можно. Сколько лет? Один день. Имея страх Божий. Прийти всем на покаяние. Не имеющим крещения принять крещение. Которое повинно под эпидемию. И церковь уже обновится. Как во времена Дельки, 249-251 год. Как горох, как пыль посыпались при гонении. Но уже через 3 года церковь стала в количестве больше, а в качестве, не надо говорить. Сотни раз увеличилось в качестве. Вот такая жизнь, она разморила нас. Уточняли их без страха. Не помнят ни Бога, ни себя. Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь самому, то я прошу на вас проклятие. И прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вы не найдете ни одного священника за тысячу лет в России, которые сказали бы, да, я бахал на коробе, а Бог проклинал, проклинал. Нет. Это кто-то. Ну вы же не предполагаете, что ваш архиерей Дмитрий будет в воду. И соседние епархии не думают. А почему же тогда в ближних песчанах, кажется, и в Восибирске там дьявол в ад тянет, на первом месте с Митровицем, с епископом идут? Ведь это не нами картина нарисована, не картина Егорна настоящая. Им надо плакать и молиться. Я всегда призываю особые ревностные молитвы от священников. Они приговоренные. Согласно только, согласно Златонуста и Терафима. Почему Златонуста, как огня, боялся священства? И вот эти его шесть слов написаны. Почему я хотел бы спросить, попутно запишите, потом ответите. Не пригласили никого из священников. Мы не извинулись ни по одному вопросу. Я называл кого Шалаболиха, который рядом здесь. Ну почему вот так вот сели? Ну действительно, вам не просто нас взять, скорее передать куда-то. Там не может быть. Объединение не мысли. С кем объединяться? Это когда одни жулики собрались. Я по-другому не могу назвать того, который врет, вызывает на драку. Это Сыргянство в живом виде. Вот оно Сыргянство какое. Ну ты же знал, батюшка, что вы православные. Ты зачем рейцы вызвал? А это моя каноническая территория. Отец, давай повторим. Это твоя каноническая территория. Запиши сейчас. А зачем записывать? Ты сейчас отвлечешься. Одна же Сараболица мне сказала, в течение 20 минут я докажу. Здесь полный зал, ни одного Сараболица нету. Я один вопрос задам. Скажите, почему раскол произошел? Да вот, да пишите на 45-м месте. На первом месте демократизм правления был. Вы даже не знаете свою историю. А как же здесь быть? Всегда нужно спрашивать, а что говорит об этом Библия? Вот что говорит Бог? Михея называет. Все говорят хорошо. А царь-то все-таки боялся идти на войну. Говорят, а есть ли еще кто? Да есть один, но я не люблю, и он хорошо по мне не говорит. Не сказал, не правду говорит. И посыльный-то был такой ревностный, как секретарь и партии. Вот, любыми путями хотел выходить в своем Союзе. Ты только скажи, как все говорят, вот, жил Господь Бог. Михей, сын и немлая. Жил Господь Бог. Он сказал, не вернешься, не вернешься. Вы знаете, кто такой был? Это Исаак Балманский. Исаакий. Это Исаакиевский собор. Царь Балманский пошел на фронт, говорит, не вернешься. Он говорит, держите, он сарает. Он говорит, я запах жареного уже слышал. Он сарает, он сарает, он сарает, он не вернется. Не надо играть этой жизнью, она такая коротенькая. Она мгновенная буквально. Мы для того встречаемся, чтобы объединиться со Христом. Если вы это желаете, я могу оказать помощь. Я это пережил. У меня было переживание по апостолу Павла. Сарал шел, и вдруг перелегнулся. Я работал на корабле. Никакая беда, не горе. Отличное здоровье. Учусь в училище. Знание языков открыто. Широкая дорога. Я понял, она заканчивается пропастью ада. И вдруг Слово Божие, и где в пятидесятниках? Я получил Евангелие. Я не был пятидесятником, ни языки не получал. Я просто получил Евангелие. Но родным надо, я пошел к батюшке. Город Сленского, Слатвия. Пришли к батюшке. А батюшка пьяно валяет. Просто валяется. Полный окурок. Я говорю, а батюшке Евангелие, да нет, он пропил его, говорит, недавно. Вот и все. Я поехал в семинар и остановился. Первая моя беседа была. И она не прошла. И с памяти моей. Ну, Загорске тогда называлось это. Сербия, Посадка. А они ничего не знают с студентами. Я стал вопросы задавать, которые сектанты задают. Может быть, они из Футибии? Я говорю, ну вы можете. Ответить. Или нет. И в форме, или нет. Я сектантами беседую. У меня опыта никакого. Не только я обратился. Теперь я докажу в течение пяти минут. Докажу неопровожимо. Всего семь мест писания. Внутри я на память перевожу 72 места писания. Цитирую. И я от того шока все еще не оправлюсь никак. Они не знают писания, что Конституция СССР разрушает. И для этого Бог позвал нас. Христа не знаешь, ничего не знаешь. Царство не нужно без креста. Царя нет. Зачем мне царство это? Вот смотрите, что я назову немного. В Алтайской правде появляется статья. Кто же такой Игнатий Лактин? От имени православных верующих, Барнаула, потом он примет монашесство. Ну, знаете, Хапа Федя. Какое он примет? И другие Алтайская правда, 27 февраля 90-го года. Он приходит ко мне, потом надо, мы говорим, нас вызвал отец Николай Байтович, сказал подписаться. И вот такое дело. А теперь, а теперь я как-то... Да я знаю, не знаю, нет, ты что, сидел на статью смотрел? Да, была статья. Но за меня выступал Союз писателей, в Москве такую разгромную статью дали. Кого вы трогать? Это исповедник Господень, гордился вы. Ну и дальше все. Они на себя навлекли просто. Второе. Время и деньги, номер 10, 19 марта 97-го года. Вечерний Барнаул, это все на меня нападки. Алтайская неделя, номер 8, в феврале 2000-го года. Еще вечерний Барнаул. Алтайская миссия. Ни одного слова истинного нет. Какой же я вам толкал под руку-то людей писать это? Но я благодарю Бога, чтобы у меня были хорошие отношения с Анатолием Васильевичем. Хорошие, настолько хорошие, когда вот этот конфликт был... Горно-Алтайской, они ко мне сюда приехали. Ну, там, вы знаете, погиблых есть, другой-то. И я специально ездил по их приглашению. Там говорили, я говорю, братья, выход только один. Вы должны наклонить голову прийти. И Антоник, у меня на дому было, обедали. Он говорит, что мне делать? Я говорю, простите. Когда они покаются, конечно. И когда у них вызвано на колек, а я стоял перед храмом и балапурга. И вот они как из катапульпы оттуда вылетают, победа. Как будто бы медведя закололи в горлоге. Он лихо погодя, вышел Антоник, такой расстрелян, подошел ко мне и говорит, я не пойму, говорит, они то ли победу какую одержали, то ли что и вдруг. В Алтайской, там, какая газета, ну, в Алтайской называется. Поздравляем с победой. Над кем? Над своим архиереем. Статья. Я-то ведь не с вами вместе. Я со всеми был вместе. И когда спрашивают, кто был прав, не прав, деньги не поделили. Но должны покориться архиерею. Потому что этого требует справедливости. Он не прав был. Но он сказал, я не прав был. Прости, Владыка. И ты должен их простить. Я в этой куще событий был. На стороне было, я с ней была, я приходил к нему, мы сидели, он мне все поднимал. Открывал, я говорю, вот как они поступают. Здесь нет, а посторонний человек. Но я там жил, сколько лет, здесь встречаюсь и знаю, не правы обои. Надо беседовать, не как Ником собаку, лаять собаку, а Христа проповедовать. Они не знали ни тот, ни другой Христа. Климят друг друга 300 лет, как будто сегодня за стенкой, как Ником живет где-то. Любовь нужна. Я говорю, ну, представляете, что Ником в раю я, как он в раю, может быть такое. Суд там Богом может быть. Я вполне допускаю, оба упокаялись перед смертью. Не надо жать на свою доску, как на качаре. Чем ниже опускаешься, противника выше поднимаешь на стену. Дальше. Если вам придется когда-то говорить на эту тему, немного подержать эти ацены. Вот у нас сидит брат, этот вопрос не решен. Мы в историческом мы не можем начинать. Брат ехать, он чтец. Ему выйдет, седая борода. Все. Прощенное воскресенье. Мы каждое прощенное воскресенье, вы знаете, приходили туда. Вместе, когда мы архиереем, кипископом, массивом подходим и выходим. И такие визитки, на них наш сайт. Больше ничего нету. Там даже телефона не было. Как-то обступили эти семинаристы, с ними священник стоит. Какой-то здесь Сергий назвался. Так же ли, Александр? Я не слышусь равно. И они на него. Ты, козел, дурак. Да дай ему морду. И он стоит здесь. И архиерея додоставил нас. И стоят наши письоски, все слышат. И повышенное, прощенное воскресенье не действует. А одно и то же архиерейское благословение не действует. Я в прошлый раз, когда были, я сказал, архиерея, если это наш волчатник, вы отвечать будете. Они были нормальные ребята. Да вы сделали такими преступниками их. Вы. Они не заблюдают. Они за эту жарную рыбу все продадут. И мы ничего. Мы стояли на этой стороне, от храма отошли в стороне. Видите, ребята, вам такие на Едеруссава, на Лебедский проспект. Они ничего не понимают. Им охота подраться. Только один казак, видно, и гордоратай, стоял, молчал. Как звереныши. Было прощание какое-то, нет, конечно. И он сегодня пойдет ко Христу. Да кто же Христос? Зато Магомед так не делали даже. Он просто, как говорится, замечательно, одержал победу. Давайте перевернемся. Она не переваршивается страниц. Она пропитана кровью. Она слишком тяжела. Она затоплена грязью безбожников. И где? В доме любящие били меня. В Писании говорит. Архиерея мог бы так вызвать и сказать. Ну, вы идите сюда, вот сидите. А мы все это видели. Так, давайте, вы можете сказать. Ну, конечно, кто был, давайте, сейчас мы. Давайте, ребята, вам не место здесь. Ты еще не поп. И ты уже лютый волк. Вы отсюда только не забывайте. Когда Господь говорит, идите, посылая как овец среди волков, волками он назвал людей мира всего. Но когда из Епеса он призвал милит священников, преседеров, то говорят, из вас вас станут лютые волки. Лютая значит бешеная. В миру только волки. А это лютые волки, которые будут, говорит, привратно с задачей увлечьсящихся за собой. И когда, интересно, в церкви считаете эти слова перескакивают, вот я смотрю по-напресту, я говорю, башня, а зачем перескакивают эти слова? Они сказаны, их нельзя перескакивают. Лютые волки. За тут, говорит, я никого не боюсь. Как епископа. Как епископ Валерий на горных тропах караулили его убит Золотауса. И притарианцы, охранящие, ну, тогдашняя арха, группа, говорили, лучше попасть в руки Иссалян, чем этим дитим зверям. Речь шла о монахах. А ты не сегодня. Вообразили, что они что-то означают. Ты только не господство над населением Божьим. Ты значишь как проводник. Я бы дня не был в православии. Нигде. Тут я дошла держаться, если бы не священство. У священства благодать и все таинства. Я бы тому не поплесил, что здесь священство. У них не только положение. Это единственное, что меня держит. Ну, и толкование святых отцов. А больше не за что удержаться. Держите вы. А ваше поведение, не конкретно вас говорю, оно убивает в людях меру всякую. И горе тебе. На вас мельнейших жерновов не хватит. За ваше поведение. Дальше. Вот я веду занятия. А ГТО. Технический университет. Веду я 17 лет. До этого я могу, вел педагогическое, медицинское. То есть я везде делал занятия. Бесплатно. По два часа два раза в неделю. Что здесь задумались? Приходит ваш степентарь Гончаров Сергей Михайлович. Не без ведома епископа. Максима Дмитриева. Приносит бумагу. Игнатия, откажите от занятий. Ну и степентарь, Владимир Васильевич Звалиев. Он уехал в Москву был. А степентарь, Владимир Васильевич, мне очень близкий человек. Им близкий проект по учебной связи, Семкин Борис Васильевич. Он берет что-то нужно, приходит ко мне на занятия и говорит, неприятно известие вот это вот. А зачем они это делают? У нас вот эта аудитория свободная есть. Если им надо, мы дадим любую аудиторию. Зачем они делают? Вот это компета, тринадцатый том у меня уже. Я понимаю, вот книга, я читаю, я зачитываюсь ею. А это что? Я вижу, вот это лагерь. И я пошел, они стегнеют. А секретарь говорит, я сейчас найду, говорит, копию сниму. Пошла ее, нету бумаги. А где бумага-то? А я, говорит, не найду никак. Наверное, мы ее порвал. Я ему сказал, он пришел с такой гнев. Да неужели я на это пойду? Такую подлянку мне устроили. Выгнать людей, а сколько людей его не касается. Я вообще дорогу перешел. Проходим Евангелие по толкованию Блаженов и Филарта. Я к вам язык не резу. Вы еще за мной гоняетесь. Я вам, может, это на счет разведовать? Ну, ты сядь к этому занятия, прослушай. А вот приходит у тебя икону, знаете, посидевает тебе Христос. А Николай, что я такой здесь, Богородица. А вот надо наоборот поставить. У меня были такие, а переставлял. Я говорю, я переставлю, но вас завтра не будет. Я думаю, что он хочет, но пришел больше. Я переставлю. Ну, разницы никакого нет. Я, в общем, не вижу в этом никакого сакрального торжества со своей стороны. И он меня хотел отстечь. Зачем? Максим обязан у меня попросить прощения. Ну, нехренеть. Он живой человек, архиерей здесь. А там он будет и архиерей. Не так, помяни, Господи, первого президента России, Бориса Николаевича. Вот и игру придумали. Да никто, может, выдержал бомбу, две рябки разбил. За все зло, которое сделал Пинчуша. Дальше. Я начальник детского лагеря Стана, его организатор. 40 лет, это не два дня. Без помощи государства, тысячи детей отдохнулись на родители. Лагерь не обучайный и уникальный. Мы обвешиваем объявления газеты. Сейчас говорят, рассылают сигналистов по городу, срывают мои объявления. Это кто же у нас пополновачивал? Это что за отродье такое? И один, знаешь, я его поймал, с долбами в скобле стоит. Он говорит, ты что делаешь? А меня послали. А здоровый парень, я тебя задал бомбок в стол, прятаю здесь и скажу, что тебя не трогал. Ты что делаешь? А другой фломастер пишет объявление, лагерь, как-то дети, катается на лошадях, пишет ересь. А другой опять ересь. Что детский лагерь ересь или столб ересь, и что? Вы какие дураков-то воспитываете, прости Господи. Это он послали. Это посланники. Он апостолище с патриархией выполняет. Я 40 лет несу поношения. Зачем? Запишите себе. Эта страница никак не переворачивается. За ней тысячи детей стоят. Это мой авторитет. Это моя дневная репутация. Главное обвинение всегда будет против меня на 38 книг. А я знаю причину. Яков 3.14. Вот в чем. Вы ее перешагнете, тогда вопросов не будет. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сворливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Вот у вас есть священник, если бы вы ему конкретно можете сказать, если хотите, одно обвинение. Он уже забыл, может быть, так. Вы смелые ребята. Отец-техник, не можете сказать? Наши люди приходят к одному священнику и дают материал о крещении, который он даровал. Он говорит, да почему ты, Игнаш, вроде на каракуа написал, надергал место. Я это могу доказать, что крещение должно быть обниманием. А мне приходят и говорят. Он сказал так. Я говорю, я не знал, кто он. Вы поймите, теперь ему скажите. Если он это сделает, докажет. На самом деле, 132 места писали, святых соборов. Я тоже буду за счет оттихности в грязи. Он сразу говорит, да я это не считал. Я просто так сказал и все. Вот какое дело. Не надо этого дела. Я отвечаю за себя. Ты за себя. Но ты меня можешь обличить, наставить, если я почу православную веру. Я и не почу. Вы портите ее. У нас к крещению от года на пяти лет готовится. У нас не два часа, а пятьсот часов академических занятий. Мы все каноны изучаем, которые священники не знают. От нас один ушел, его сразу на третью курс у вас взяли. Ну, они видят, какой уровень. Я говорю, а почему? Ну, они знают. Второй аппарат помянул, 1821. Когда Михея сына Елая пришел и стал говорить, а там все пророчицы, ты ги на войну, иди, Ромов Голаский захватишь. А он говорит, а я видел, что в ваши уста залезли демоны. И тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он в большой группе, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. Я спрашиваю, этот дух когда вышел оттуда? Куда он залез? Он не написал, он никуда не вышел. И тогда сидеть я с Елая ударил по устам, говорит, по какой дороге ушел он от меня, дух? Он говорит, будешь бегать, готовый искать, узнаешь, по какой дороге ушел. Ну, так и случилось, полный раздром. Надо говорить правду, и тогда это вспоминется всегда. На правде зиждется земная ось. Никому не надо подыгрывать. Я благодарю Бога, что Бог мне дал понять это в первые часы, когда я обратился. Жизнь моя изменилась, и впереди меня ждут скорбь и печаль. Дело еще в общем. Вот нынешний на парке в сердцах массовой информации, на патриархе Московской патриархии, я считаю, не прямое ли следствие высеяло идею. Осень 87. Так как они сеяли ветву, то и пожил Борю. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг к другу принимаете славу, а славу, которую от единого Бога не ищете? Для меня это стало эпиграфом. Славой стать только от Бога. Не от брата родного, не от епископа. У нас епископом были напряженные отношения в то время за русский язык. Он сказал, три года, чтобы не было разговора о русском языке. Ну, библия, только библейская, все остальное расслабилось. И мы три года не заякнулись. Но через три года мы уже оповестили. Владыка, 23 мая заканчивается срок. Мы в Синод везде писали. Ну и все, теперь у нас высчитаем это. Мы не нарушили его волю. Нас Бог наградил таким епископом. Он уходит, теперь мы его не будем. Не будет у нас. Но это счастье, что Бог дал вам его. Мы остались живы. И когда он был здесь, у меня день рождения был, я ему сказал, отец, потерпись еще, пожалуйста. Я ему сказал, вот это ваша самая главная заслуга, чтобы вы не сожрали нос. Это самое главное. Он улыбнулся только. Я грубо и скорбью выразил это дело. Но он молодец. Он выкликнул все это. Дальше. Когда спрашивают, какой у тебя выход из этого положения, я говорю, научитесь пять раз Б говорить. Пять. У меня всегда на пяти Б. Вот первое, запишите. Бог. Любая проповедь у меня на этом. Библия. Благословение. Благовестие. Будущее. И вот на этих пяти, пять Б, мы изменим всю обстановку. Мы с вами уже вместе. Если вы согласны со Словом Божьим, нас уже ничто не разделяет. Если говорят, это твоя епархия, я говорю, батюш, ты что запиши? Значит, твоя епархия, твоя территория, твое снеугольное поле, твое картофельное. Но если все заросшее, ничего там нету, ты в этом доме не был, в этом не был, там вовесились тут сидят. Это твоя епархия, да-да. Канечная территория. Ты же преступник. Понимаешь? Это не просто как подошел, говорит, собака помочилась, это моя территория. Нет, территория, это вот я в его душу вошел, меня представили, и мы теперь за единым молимся, постились, благословляем Богом. Если этого нет, ни чего нету. Твоя каноническая территория, она тебе даст еще знать. Ты никого не знаешь, это обманные слова, выброси их из памяти. Почему нет претензий к баптистам и адвентистам только к нам? Почему? Ни к католикам нет, ни вообще нет, они открывают новые епархии, Сибири. Мы ничего не открываем. Мы засохли на этом. И людей всех до одного, по славе и скотку патриархии, мы лютейшие враги. А на подсознательном уровне они понимают, пока мы живем, мы показываем, что в православии можно быть человеком двигаться. И поэтому заглушить, раздавить, размять, чтобы нас не было. Это нам, тише, блажь. Только поэтому. Так. Иезекиев 33.6 Если же страж видел идущую вещь и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет вещь и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь не мог за счет уйти стража. То есть вы обязаны предупредить людей. Это грех. Пост никто не имеет права нарушать. Я занимался три года канонами. Это очень много-много времени. Я знаю все до одного канона, и перегон на русский язык. И вот понимаете, что 989 правил существенного. Я говорю, не ответите, сигнализм, вы не знаете этого. Действующие правила сегодня всех соборов святых Атос 719. Запиши. 719. Из них 413 ежедневно целенаправленно нарушаются в любом храме. 413. Я покажу, какого собора, какое правило, и почему оно нарушается. У меня когда узнали, вдруг буквально вырывали, где типография напечатана. А там, и теперь напечатана и идет. Стоило того. Без соборных постановлений мы слепые котята. Это святые отцы. Если Евангелие является путь, то вот эти каноны являются вехами на этом пути. Так один вырезался митрополит. И Евг 13.13. Замолчите передо мной, я буду говорить, чтобы не пасли бы меня с властью. Исайя 28.18. И союз ваш со смертью рушится, и договор с преисподней не устоит. Когда падет все пожирающий бич, вы будете поправлены. И вихоть все разнесет. И еще немножко. Священное Писание. Оно имеет такой, сказать, вкус. Постоянно и новым людям все открывается. Для нас открыто сегодня. У знакомых есть архиверия. Я переписал, которые близко знакомы. Такие, как мы, мы никому не нужны. И никто нам не рад. Как и они. Мы. А я не нам. Сегодня Евгеневский уже практически 13. Некоторые мы признаем настоящими. Как Агафанкер Пашко, Тихон Пасечников, Антоний Орлов. Но у них есть весь, у всех один пункт, который мы не можем пойти на соединение. Ну, кто из вас, скажите, знает один пункт у них, который нас не может с ними сблизить, пойти под их резюцию? Один пункт. Первый. Тот, который нас с вами сближает. Что Московская Патриархия безблагодатная. Этот шаг мы никогда не сделаем. Никогда. И не делали, и не сделаем. А там, говорят, идем, как постараться. Все они конями, они там проклятые. Сейчас за третейство, не Федерапима, не Игнатия Причинила. Тогда мы тебя принимаем замок, помажем тебя. Мы не можем на это пойти. Сербия радостно молился двуперстом. А Серафим труперстом. И оба Бога. Нам не надо спорить о пальцах. Нам надо спорить о том, Господи, почему мне никто не подсказал, чтобы жить-то во Христе. Ведь я негодяй, я нарушаюсь заповеди Божьих. Ну почему навстречу мне не вышел поморщик какой-то? Я день и ночь, ищи учащих меня. Деяние 262. Я говорил уже об этом. Второе, колитвам 317. Господь, я из двух и где иду, Господь не дам свободы. Я очень высоко, целью этот сир. Патриархии нет свободы. Они у вас нет, вы даже не знаете. Я вам могу говорить это пустое. Во Христе это больно. Я упрашиваю Бога. Вот есть такое место в Библии, которое меняет эпиграфом. Псалом 118, 164 стих. Хотя завершите себя. Попытайся здесь выполнить. 118-й Псалом, 164 стих. Давыд говорит, сенекратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Заталут говорит, при множестве царских забот он находил вредно. Сенекратно. Ну, бывает, Серафимов правило. У меня правило такое, в моем времени уже не влачеток. Это ты святое и сто поклонов. Здесь вот Христу, Богородице, ангелу, хранителю, 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 пророку, святым небесным силам и апостолам, святым мученикам, святителям, жёному и делу. по 10 получается. И вот так, чтобы не меньше 7 раз. Я патриарху написал, что я за вас примерно до 20 раз здесь ставлю такие молитвы, чтобы прославить Бога. Это главное моё теперь назначение в жизни. Попробуйте, но строй будет другой. И на каждой молитве своими словами добавьте «покажи, кто я». И в конце молитвы мы слагаем руки, у нас все понимают руки, «Господи, слушай тарапой, соедини молитвы с молитвами всех святых на небе и на земле молящих». Написано, понимаете, руки без неба, сомнений. Ничего нету, не естественно. А дальше мы 100 поклонов делаем. Молодые делаем земные поклоны в господи. И теперь, Господи, услыши молитву всех, кто молится о нас во благо. И наша молитва всех, кто просил нас помолиться. А потом мы говорим «Господи, слушай тарапой, говори». И стоим какое-то время, прислушиваясь, что Бог скажет. Перед каждым молением у нас 7 минут заходит полно. Вставлю на молитву, 7 минут ногами не прищелиться, не перекреститься. Мы ждём, чтобы Господь написал священника, как огненное дыхание у него было. Мы едины все. Все находятся. Вы знаете, Бургин, отец Александр. И он, знаешь, я попросил, может быть, какую-то роль сыграло, знакомые люди отвезти. Он пошёл, ты сядете. Я приезжаю неделю через день, у меня не может отойти. Ты знаешь, что я был там? И они восстанавливались с молитвой, когда... Ну, у него один, это, с красным горсодипломом, академия, очень умнейший, их три брата, все священники, Николай тут был. И он говорит, как они молились? Я не могу пополнить все. Понимаете, они прямо с Богом разговаривали. Тут сейчас, Бабя, Христос, и больше молитвы нет. Ну, как будто молиться не молите. Кроме Христоса воскрес, у нас молитва. На это положение. На открытии сердца. Вы не молитесь. Не молитесь. Ну, по привычке, как говорят, убудитесь, там, и это про молотов. А ты должен каждый день молить вот такая, чтобы она потрясала всё. Не в крики, а в огненном дыхании перед Богом. Говори, Господи, слушай, тратую. Вот меня спрашивают, какая у вас самая последняя мысль? Только одна, Господи. Ночью, чтобы не проспать, ночью, чтобы не пропустить молитву. Только одна. Господи. Не проспать на молитву еще ни разу, ни в терьме, нигде Бог меня не поздравил. Нигде. Подъем в шесть, меня точно в четыре поднимают. Утренняя, Господи, ставай молитву. И это больше года. Там свет говорит день и ночь. Почему? Бог слышит молитву. Вот в чем дело. Мне говорят, вчера, может, за вами семь преступников молились. Мужу я тоже встану. Я даже, говорю, я ни разу не обернулся, я их не видел. Это Бог делает. А Моргий говорит, что здесь священник лежал. Я говорю, что я что делал? Да ничего, он лежал просто и все. Знаете, и в тропе тут был. Он на этой же вот койке, в шпорке лежал, дурой. Бог покажет, кто мы здесь. Вы знаете, здесь был одного Зосима, отец Михаил, Михаил такой. Ты, Мишка, иди сюда. За возвращение малолетних. Я приносил передачу. Ну, сидел из Китманова, сурта, отец Владимир. Я его тоже приносил кое-что туда. Там, Володька, иди сюда, там у меня отец Владимир. Его вызвали, остался с ним. Говорит, он все соглашается, преследователь. Я ушел, он говорит, ну а как я отдам это дома? И пахья с ним судилась. Отец, сбрасывай все, корабль долет, пшеницу, все, бросай за море. Тебе не до дома сейчас здесь. Я ходил в ханатайство, в прокуратуру, везде. Ну, его на случай освободили. И он больше нет. И он к нам приходит и говорит. Я говорю, вот этому человеку, он говорил, ты не ходи, у них икон нету. Ты не ходи, там Божья Матерь не почитай. А когда стал ходить, он говорит, Игорь Владимирович говорит, ну а ты знал, что есть? Знал. А зачем же говорил? А чтоб ты не ходил? Да бессовестный режим. Ну, я называю прям именно, у вас будет Георгий Титов. Хороший священник, неплохой. Садились и на кене Милославской Ольгой, а он ее как представитель, а я представитель, я ее салтарной был. И он гонит на нее, чтобы не работал. Все говорят, она работала, она работала, продавала там книжки и все. Я вышел в корневом отец, Георгий, ну ты же знаешь, что работала? Знаю. А как же ты говоришь, что не работала? Ну, она в суд подала, что-то должное дело. Я только ахнул. Да попутал с рогами и с попытами. Это одно рясо только, вы сейчас с ума сошли. Она в суд нас подала, и потом мы ее бобенку одну засудили, когда мы не знаем, что сделать. Но она работала, она выгнала процесс один, второй, ну и краевайцы открыли. Еще раз заплатили ей позорное. Даже Гавриц страшно работал. Еще чуть-чуть. Вот один раз в всей жизни, я больше не буду говорить о моей. Так, ходит примерно 1%, как говорят статисты, но говорят, что меньше ходят, и жителей, которые на вашей канонической территории. За 99%. А вы думаете отвечать? Ты бы сказал, что на моей канонической территории, ну это ваше огородство, прикольное поле, или стройка, и приходят люди, и люди, и говорят, благоразумный человек, разве будет выгонять со своего поля людей правильно тягивающих, окучивающих сверклу? Он гонит, он бешеный поп. Бешеные псы, лютые волки, это бешеные сумашины. Они только отстреливаться будут. И наше объединение, оно не то, что надо же мысли с ними, если вы куда я пойду, идти к волкам. Вот вы не вызвали священников, а это был бы первый шаг. Дальше, вы ничего не можете сделать. Вот мы сейчас принимаем решение, сейчас мы выступаем, это все принято для вас, на все голосование. Вы ничего не можете. Архиерея сказал, этот новый позор на ваш устав приняли диктаторский. Дальше, архиерея даже примет, сейчас продолжает гигнать, и не трогайте, ему давайте сломать, и никакой роли не играет, они будут шутеть и жарить. Это невозможно изменить. Это работа десятилетий. Вы говорите, мы его давайте забудем. Не можете изменить сущность, не может Барс изменить пятна и кожа свою. Вы таким не останетесь. Даже ваше решение, вот вы сейчас полюбили меня, без меня, как-то дыхание у вас схватывает. Но вы ничего не знаете, вас просто пойдут и не забудут, по самой месту пустят. Вот какая штука-то. И поэтому мы собрались здесь для того, чтобы поделиться талантами, которые Бог нам дал. Бой, единение. Я, не скрываю, я перед Богом, я священников люблю и уважаю, но я уважаю не для того, чтобы батюшка благословить. Мне ваше благословение, вот так, где благословите, я 50 лет проповеду без своего благословения. Ты меня так опроклинал, 50 лет, опять благословение взялся. Такого ты подвозрить можешь-то? Я не верю, Бога, я поклинаю ваше благословение. Идем со мной на проповедь. Я вам программу написал вот здесь вот, как сделать, сколько с вашей стороны, как мы будем ходить. И притом, отдельно делаем всего пополам, вы свою литературу воздохнули, свою порогу выступаем, и в конце всех даем восход к подозрению. Что не надо? Но у нас какой опыт, что говорить, что дать, с каким человеком как беседовать, вынесите это архиерею. Притом, вот в этой деревне пригласили, но если архиерея не приедет, это последний раз, больше ни приглашения, ни разрешения не будет. Постарайтесь, чтобы он там приехал. У нас слишком все меняется быстро. Практически у меня почти все. И вот наши эти обвинения, я хотел бы, чтобы их озвучили потом где-то. И против меня выступили в едином строе все противники мои. А меня пригласили на суд. Самых ярых моих врагов найдите, которые меня там везде клянили, и меня вызовете, и я приду. У меня будет только сидеть, потому что я знаю, что пришло, но успел вас писать. Я дома, там я все прослушаю. Поэтому мне очень удобно с вами разговаривать. На ваше предыдущее выступление я не могу не злиться, ничего, я просто с чистого листа начинаю. Я вас не прошу прощения ни у кого, я против вас не согрешал. И вас не прощать не обещают. Против меня вы ничего не делали плохого. Я считаю, у нас хорошие с вами отношения. Хорошие. Их надо вот в этом планете идти. Не переверпывать страницу, не говорить забудем. А разрешить, выговорить, попросить прощения, и теперь развивать дальше. Но это только на нашем уровне. На уровне епархии вам это не сделать. Это невозможно. Бабу Рашкина не может и заставить это. Он не может быть другим. Он на этом слове крутит, варит их своих, они ничего не знают. Сегодня Достоевского, Заши, Шекспира. Дайте им Христа живого. Они Бога не знают. Самая большая беда. А вы знаете, да, мы знаем. Я не слышал ни разу голоса Божия только через Священное Писание. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, уместно ли спрашиваю, как можно совместить с одной стороны, действительно, ну, наверное, это отдельный трактат, как можно совместить любовь к духовенству, те обвинения, которые высказаны практически, и то, что не существует среди, оказывается, истинного духовенства, и в то же время присутствие благодати в таинствах церковных, совершаемых через священнослужителей. Вот тут как бы вот не совсем непонятно, как можно сразу это все совместить, потому что здесь уже не то, что там «да-да» и «нет-нет», а тут уже прямо такой вот, как бы, и то, и другое, и треть. Но одно исключает другое. Поэтому, ну, наверное, как-то можно. Наверное, кто-то... Так, опять же, мы, если обращаемся к Библии, то там будет такой есть пример, что был первый священник Ильей, а у него сыновья священники были недостойны. Помните? Грешили. И грешили так, что там их в храме считают женщины, но Господь от них жертву принимал? Да. Принимал. Есть такой пример. Это нам Слово Божие об этом говорит. Поэтому здесь, если жития святых, что верили, говорит, что священник там служит, но он недостойный. На святом было видение, что не священник пресчищает, а ангел. Так и есть. Так. То есть благодать, она может издеваться и через... Ослица может заговорить. Поэтому здесь на этом не то, что мы совмещаем, мы это так, что, допустим, как и брат, он на этом и стоит. Если бы этого не было понимания библейского, то есть Слова Божие, то, конечно, он бы куда-то в какую-то секту свалился бы и прочее. А вот именно на этом. Я уже еще раз говорю, что у нас не было, когда у нас это был спонтанный такой, необходимый переход за рубеж, не то, что мы там чего-то искали или что-то. У меня тогда никогда не было, чтобы там не каноничность или безблагодатность, это бы не было. Поэтому мы совмещаем это. Поэтому в сравнении с другими мы и скажем, что необычные. Ну, только вопрос, то есть, скажем так, это вот обвинение духовенства, обвинение в священном начале, там или в том, это воспринимать не непосредственно так вот, отец Владимир, а как такую проповедь, некую об ответственности священнослужителей за то, что им верено в это посвящение. Конечно, чтобы исправить именно дело Божие, которое Бог дал нам. Ну, мы видим сегодня. Я вам потом уже, это не для общего, скажу еще об одном. Для меня слухи вот дошли очень недобрые. На одном месте. Поэтому не для того, чтобы нам как, а именно, чтобы как нам совместно направить это дело, чтобы было не поношение, как сегодня православие, а что именно, что увидели людское, да, это православное. Действительно. У нас есть такие, говорят, что куда к вам? Да нет, я говорю, видел. Ну, не Алиса. Хорошо, конкретный пример. Я хочу спросить. Вот ваши, ваши призводы, члены вашей общины, вот возьмут они благословение у отца Александра? Вот если подойдете, возьмете благословение. На что? Нет, ну просто. Только что у нас всегда это. У нас этого нет. Не пожал. Я даже говорю, нет, я... Я уезжаю вот в отрасль, я уезжаю вот в отрасль, говорю, что если у меня, значит, я нет, я не могу там, или заболело, что, иди в храм. Я так запрещаю где-то причастить. Нет, ну храм это понятно. Нет, храм понятно, батюшка. Я говорю вот конкретно. Причастить или это... У меня вот был же у нас случай, случилось, что я прошу вас пообращать, помогите там от Петера, старейший мой, прихожанин храма умер, его... Но я только уехал, у меня просто физически нет возможности приехать было. Каждый, никто этим благословений не предлагает, никто. А вот из всех вот общин, которые в зарубежные церкви относились, вот есть, которые уже перешли в московский патриархат или восстановленные? Есть, есть, они сразу там были... Это было в Шадринске, потом там где-то в Нижнем Тагиле, мне кажется, еще было там, это есть там. В Шадринске было так, что отец Владимир, Карелин такой, он был, епископ, он тогда был Михаил, не знаю, как его фамилия там, он был лишен сана. И когда он перешел, он его в догонку лишил сана. Но когда сейчас послонное соединение, чтобы признали то лишение сана не действительным, его вновь, когда это, и он продолжает там ссоры, он в московской патриархии. Ну, а вы вот с ними, кто московскую патриархию перешли поддерживать? Конечно, да я все равно. И у них возникают какие-то проблемы, поскольку они перешли московскую патриархию? Нет. В большинстве не возникло, почему? Потому что у них совсем другое. он ничего, он так же все это делает. У нас, какие-то, у нас, видите, проблемы у нас в основном состоят из-за чего? Из-за боговестия, из-за нашей там деятельности. А они, нет, он как и был, он один из тех, что был. И он когда переходил, то у него переход был у тех, допустим, переход был совсем по другой причине, чем у нас. Дальше стали переходить, чего? Епископ там, в другое место переводить, или обидел епископ, они сразу раз, безо переходить стали. А первые были приходы, это вот наши, шесть священнослов, из Омска, их тихий, я, его брат, Василий из Омска, Феофанта, и Валентин Русанцев. Знаете? Вот, это были первые. Покойные. Да, покойные. Первое было совещание, приезжали Иларион и Марк Германский, это было весной девяностого года, в Сузель, это было первое совещание у нас, зарубежное, здесь было. Вот, когда Иларион привез нам грамоты, что я принятый в это, с общинами. Вот это были первые. А дальше стали переходить большинство, вот сейчас, по которому Игнатий Тихонович говорит, что 13 различных юрисдикций, у них какие-то кардинальные, такие, похожие с вами требования к масштабу? Нет, у них совсем, у них в основном экуменизм и сергианство. Все, два, спасибо. Только это. У нас этого нет. Вот, поэтому. У них экуменизм, они уже за это на экуменизме и сергианство. И все. А когда, было, когда в 2003 году было в Нью-Йорке пастырское совещание, я был удивлен, а там именно, значит, наставили этот вопрос, что экуменизма можно выйти? Можно. Грузинская церковь вышла из Совета, Всемирного Совета Церквей. Говорит, стал, Шеф Кунов, говорит, ну, это было там, тогда нас вроде заставили КГБ, там, власть, ступить туда. Но сегодня, говорит, нет, можно выйти? Оттуда-то уже, это на соборе уже говорили. Ну, понимаете, то есть, на этот шаг не пошли, Московская патриарь. А если бы это пошли, то, я думаю, что этих бы синодок, все бы не было. Теперь о том, что Сергея Анатольевна, то есть, признать, то, что высказывание митрополита Сергея в то время было, что, в основном берут, что радости это и власть, это наши радости, печали, там, это наши печали, то есть, полностью поддержка безбожной власти, покорения. Чтобы, да, хотя было это и вгонять, но, судя, что это неправильно было сделать, не нужно было этого сделать. На это тоже не пошли, из этого все пошло. А если бы это, это, то никаких бы не было. Понимаю? А сейчас, между собой соединить, я поехал в прошлом году в Омск с Тихоном встречались. Он-то думал, что я приехал там проситься, а я приехал, говорит, я говорю, Владыка, а почему вы с саргофангелом-то нельзя, что вы, ну, за рубежом все бы, нет. Соединиться, это невозможно сейчас, они никто соединится, никак. Я пытался с саргофангелом разговаривать, со стихоном, думаю, что вы, нет. Не хотят между собой. Не хотят. Какие-то претензии друг к другу, а такие, что они, то есть, не стоит. То, что высказал Игнатий Тихонович, по Евангелиям, именно что, как улучшить положение сегодня, духовное, с тем, что высказал Игнатий Тихонович, как бы тут под каждым словом подписаться можно. В том плане, это же слова священные. Пожалуйста, я говорю, все, что вы сказали, касаемо ответственности духовенства, там, или пороков духовенства, или любого неисполнения постановлений Божьих, кто, вот так вот, по совести, из нас может сказать, что сие ложь. Конечно, это правда. Весь, ну, немножко, может быть, у нас разные понятия, или там, у каждого личный опыт, как это в жизни притворить. Ну, тут, тут еще, как бы, Не совсем, может быть, до конца понятно, ну, по крайней мере, мне, вот как можно совместить некоторые моменты. Ну, это тоже, как бы, частные, могут быть различия. А ничего вам и не было сказано, действительно, то, что не назовешь это ересью или что-то антиправославными высказами. Конечно, это не назовешь. Но, как всегда, вызывает вопрос, как бы, лозунг произнесен, или даже, как-то вот, вы сказали, а вот как в жизни реализуется это. Вот мне видится, что очень сложно после даже вот таких замечаний и обличений в духовенстве, очень сложно будет вашей пастве вот с любовью потом смотреть на православного священника. Очень сложно. Сейчас скажу в городе Фрунзе, я свидетель, на дону собирались, один и умер, но он теперь в Почаево, и священник, а теперь господин Верситков, он сам педагогик, а этот Грушев, одесса, они нашли вызов какой-то. Ну я тоже подставить. Нет. И что? А они вышли к народу и принесли покаяние. И начали исповедовать. И он говорит, две вот таких пачки только волшебных молитв собрали. И причащать только на последнем деле приступили. А они вышли к народу и сказали, мы Бога не знаем. А уже за плечами Академия, у него психологический факультет, они вышли с такими слезами к народу. Вы понимаете, что в народе было? Это пробуждение. И архиерей ближе стал. Нам нужно сегодня, чтобы Дух Божий коснулся каждого сердца. Нам не надо выдумывать, поднимать какие-то. Нам нужно просто взглянуть на великое наследие православное, которое да Бог нам. И они вот два цапали. В одной церкви они вышли. Но сразу же третий, четвертый, начали там против. Я немного написал письмо от Адарова-Ташкентской Варфоломере. Ну, старые священники знают. И он меня вызвал. А я пришел, а тут был такой Бузмаков Сергеев, он на сибирске служил. И он на все крово. Все, 25 человек. Я посчитал, где-то 18 минут он крестил. Это ужас как бы. Я подошел, говорю, отец, а что же так крестил? Он говорит, да все, крестить пришел? Я говорю, да нет. Я говорю, ты все испортил, неправильно. Вот так кулаком меня в бок ударил. И говорит, да бросьте заливать, пойдем в ресторан со мной садим. Я в Иерее все написал. Какие правила, каноны Гангчевского собора показал антиохийский. Он меня вызвал. Сначала брата Павла, моего родного брата. Он говорит, сам писал? Он говорит, сам. Так я его священником поставлю. Я приехал, он мне три храма. Ну, на пути встал отец Дмитрий Дудко, который попал в это время опал. А он у меня был духовный отец. И он мне книгу Дмитрия Дудко говорит, дай мне, а я тебе Библию дам. Я говорю, не на равных. Библию ни на что менять, во-первых, нельзя. А во-вторых, это дар моего духовного отца. Я не дам. Ну, он вышел из этого положения. Вот тебе деньги. В конце уже. Уже все. Завтра рукополагать буду. Последавтра священником будешь. И он мне прямо сказал, вот тебе деньги. Я найду такого священника, как надо. А ты же проделаешь, проповедуешь. Это никак. Благовидная причина. У меня замены нет. Лежать Богом. Мне митрополит Виталий в Нью-Йорке был. Он говорит, надо священником быть. Надо священником. Второй епископ. Третий. Вам надо быть священником. Тут Вениамин весь. Кубанский. И он тоже в Москве меня захватил. Вы обязательно должны быть рукоположенным. Но когда я рассказал, чем я занимаюсь, как иду в тюрьму, как свидетельство, действительно, многие пути были бы отрезаны. Наверное, это ваше поприще. И мне всегда вспоминаются слова, он не мой герой, митрополит Сербис Старогородский. И он говорит, наступит в последнее время всеобщее вступление, и Бог из среды мирян. Никакой другой харизмы, не обладающих рукоположения, будет выставлять по ревности Духа, и церковь начнет исправляться. Я считаю, на меня пал этот жеребий. Я его засвидетельствовал. Пять тюрьм позади. Почти 26 лет гонения от психиатрии. Меня терзали, раздирали, накачивали. Одно боялся, чтобы разум так гонять не. Ну, было время. Хрущевская злоупотребление советской психиатрии. Лагерь смерти. Там выход нельзя было. Но я вышел. И я думаю, это все для того, чтобы Бог приблизился более ко мне, чтобы лишнее от меня убрать. Вот я занимался многим. Ну, многим-многим занял. Просто скажу еще. Служил в морфлоте. МФ. Где буквы? МФ. Вот я писал стихов. У меня стихотворение по 9 куплетов. 3 тысячи 467 стихов. Восемься положим на музыку. Я перестал писать. Я издавал их печати, нигде не печатал. Я издавал книги, писал. Все перестал делать. Четыре проповеди каждую неделю говорил в храме. Я отошел. У меня МФ осталось молитвой к воруму. Это Бог мне позволил. Я все подписал, завещание сделал. Я отсюда отошел. Вы бы знали, а ты как-то нам дорогие, близкие. Мы каждый день молимся, вспоминая имя патриарха, епископа Максима. И у нас дня не было, чтобы мы не молились. И не то, что там накажи его, нет, Господи, чтобы никто не оказался за дверями Царства Небесного. Ему так тяжело. У него должны быть рядом люди, которые поддерживали его, которые не шуты и были, как у Иоанна Грозного, а прямо говорили по Слову Божию. Он человек, которому мало времени заниматься духовными делами. Он нуждается в максимальном внимании с духовной стороны. А сейчас бы сказали, «А ты пошел бы ему?» Я пошел бы к Медведю в советнике. Но не зовут. Есть поговорка «Божевый корой, Бог рог не дает». Я бы пришел к Максиму, и здесь я каждый день приходил, встречался, как священник. Я сказал, сегодня мне на связку положено, чтобы вот это вот сделать. А вот это надо отодвинуть и не делать. То есть, я в курсе делал, какие дела, если в епархии отлучают, там каждый пятый священнослужитель запрещенный. И нам это не радостно, а больно. Ну, я беру из-за этого. А, ну, дело вот, если уж так, это немножко, немножко это, не устарелые данные. Дело в том, что из этих, там, каждого пятого количества, две трети священнослужителей запрещены в период с 98-го по 2000-й год. Их просто вот нет. Еще даже и не знаем, где их искать. А поскольку все равно священнослужители, они запрещены, дел нет, и где они находятся. Они ко мне приходят на рам, спрашивают совета. Я говорю, совет один, обратись к Богу. Это хорошо, я сделал, что тебя я близко подстранил. Тебе будет время заняться собой. У католиков каждый священник, кажется, две недели в году должен быть в отдельной каюте его, или там келлер, и заняться своей душой. Это очень полезно. Я говорю, ты еще Бога, Ермоленко, отец Павел, он у меня жил-то. Ты еще Бога будешь за Максима, знаешь, как благодать? Отходь беды, он тебя избавил. А тебе не карасей кормить, а людей на небо вывезти. Но кто-то же должен, кто-то же должен, несмотря на грехи, немощи и прочее, кто-то же должен стоять. Правильно вы сказали, где святитель Иоанн Златоуст боялся встать, принять священство, но тем не менее, он его принял, и правильно его убедил, его друг, когда сказал, если ты не примешь, то тоже понесешь ответственность за то, что ты мог спасти, но не спасти. Григорий Чудотворец, когда шел в собор, он говорит, сидите как гуси, дом друга, пихайте, архиерея, встал и ушел. То есть выходов много, как у патриарха Павла, принесли покаяние, как вот Андрей, канон Андрея Критцкий, а кто знает, что Андрей Критцкий подписал анафрику 6-му Васильевскому собору, и он всю жизнь каялся. И вот мне Бог положил на сердце, что канон должен быть трех частей, вторая часть его благодарствия и третье словословие. И мы каждый день вот так молимся. Внести небольшой элемент в это. То есть возвести из состояния оглашенного до ангела. Молитва до трех слоев. Первая простительная, вторая благодарение и третья ангельский счет словословие. Ну да, мы это наверное можем долго говорить. То, что вы сегодня говорили, вы значит это там подумайте, обсудите приглашение, которое я вам дал. Сильное приглашение, выискивать как-то возможность приехать, и мы там можем. уже на природе, там где-то на берегу пруда, и побеседовать просто можем, как говорится, без галстуков. Ну понятно. Значит, ну тем не менее, мне бы хотелось вернуться к тому вопросу, который вот в начале задан. Если подвести итог, если подвести итог наших разговоров, вот выступления Игнатия Тихоныча, вы просто формально, мне сейчас нужно ответить, вы не имеете желания сейчас перейти в лоно московской патриархии? Пока нет. Вот мне тут все равно нужен же конкретно. То, что вы вопрос задали, получили, нет, пока ответа от зарубежного синода не получили. Нет. какие причины, не знаю. Может быть, бывает так, что он часто бывает на лечении в Австралии, может, он там еще не переслали ему пока, но пока нет. И я думаю, молимся, чтобы Господь это как-то усмотрел и настаивать на этом или как-то сильно, это, думаю, не стоит делать и благоприятного это не принесет. Мы сейчас, отец Акин, мы сейчас, я вот спрашиваю, не настаивая, я просто услышать ответа. Еще раз, нет, пока нет. Нет, пока мы сейчас ничего, не переубеждать. Приезжайте в гости, мы погостеваем. Все, понятно. Ну ладно. Потом меня кто-нибудь пригласил. Вы приезжайте, приезжайте очень. Что-то хотели задать, спросить. Ну тогда мне хотелось бы тоже поблагодарить вас за то, что пришли сегодня. Несмотря на все какие-то сложности или такие сложные вопросы, которые мы для нас, и для нас, и для вас, наверное, которые обсуждаются. Слава Богу, что эта встреча состоялась. В любом случае всегда лучше услышать и увидеть глаза в глазах, нежели чем говорить там за углом друг о друге что-то или нечто такое, а потом говорить, да нет, я этого не говорю. Поэтому мы благодарны, в общем-то, вам и за откровенность вашу, но относительно наших собственных грехов и всего того, того, что вы говорили. Ну, что тут скажешь? И мы немощные, вот, вы сказали, что как бы нет смысла, и вы не согрешили против нас, мы не согрешили против вас. Я думаю, что вот лично сам скажу, что простите все же, если где-то считаете, что кого-то из вас либо моя позиция, либо мое мнение от Отцова, я вот наоборот и спрошу у вас прощения, потому что мы иногда вольно или невольно наносим друг другу раны, и иногда мы и не желаем этого, и вроде бы в мыслях не имели, но тем не менее это происходит. Человек несовершенен. Катя, я хотел спросить, вы что, считаете, встреча эта разве бесполезна была? нет, почему? Хорошо бы дальше продолжить. Нет, относительно встреч, но я думаю, что мы действительно продолжим, у нас тогда следующая это ближайшее получается 13 мая, но Бог даст живо-здраво будем, постараемся, кто там из нас может о лжи и о благовестии, мы только начинаем беседовать, здесь горы разгребать придется, лжи, рукоположение смещенников 17-летних, на 30-летние не раньше, 6-й вселенский собачивался 15-го правила. Сложный вопрос. Это все данные выполнимы, это только мы тихо не выполнимы. Ну, слава Богу, что у нас тут многие, как бы, получил, получилось так, что даже здесь присутствующих, ну, слава Богу, мы хоть это не через нарушение этого, там были рукоположены после 30-ти, слава Богу. Ну, так что, вопрос, как бы, иначе бы, вот вы сами приводите слова священного писания, вы говорите, и там Господь обращался, и там обличал, и там обличал, и там исправлял. Он поступал, как отец, он видел, когда ребенок ошибался, да, где-то со строгостью, где-то с наказательной частью, но исправлял. Вот, и здесь мне хотелось бы все то же самое сказать, и обличая нас, вот, с вашей стороны, там, звучащее обличение, да, это так, и кто из нас может, или, священник всегда, когда стоит и приносит жертву, он читает эти молитвы, они в требованиях, они в служебнике написаны, когда он предстоит пред престолом, не ради меня, там сказано, да, и не помяни, Господи, моих грехов, вот, и, и приношу тебе эту жертву, не потому, что я это выбрал, а потому, что ты меня на это поставил, Господь поставил, вот, поэтому, ну, а предел, нет пределов личного совершенствования, вплоть до святости, вот, исправления, вплоть до святости, вот, но святые говорили, и искренне говорили о том, что, я самый первый грешен, на земле, и преподобный Серафим Саровский, и преподобный Сергий Радонежский говорил о том, что, я первый грешник, вот, наверное, знали, о чем говорили, но они это, не прицали, я грешен, как брешен, все медали, ну, и грешен остаюсь, грешен означает, я не должен быть грешен, смысл вот какой, благодатью я должен исправиться, безусловно, взять на другое название, но они-то это жизнью, они-то жизнью, они-то жизнью это совершили, вот, вы сами на задаче вопросы, по каким мы могли бы встречаться, вот, у меня милиция приезжает за мной, выступателей, но у нас сегодня, городского краевого, вот это, я не знаю, там зал такой огромный, и у нас, сегодня тема об экстремизме, пожалуйста, они приезжают, и у нас тема сейчас такая-то, вот, недавно я сделал тему, флаг, вы послушали, как отдел юстиции, сейчас еще хотят пригласить, флаг наш, вненациональный, вневременный, российский флаг не было, и не будет такого, это флаг, данный от Бога, флаг проповедь, равные полосы, красные, почему? Милиция, усердно рукавники, это трехколлажные, никто не знает, я говорю, это Бог дал, во-первых, никакого знака нет, красная, это кровь, вы согласны, вся земля, от коры до центра пропитана, Мисхевич говорит, все согласны, у сульманов, у буддистов, все умирают, рождаются в крови, согласны, а дальше, синее небо меня так манит, синяя-голубая полоса у священника была, вот вторая полоса, то есть повышаете о горнем, а не о земном, прямо правильно говорю, ну знаете это, знаем это, о горнем должен помышлять любой человек, и третье, увидел я 20-е главы в откровении, великий белый престол, перед которым все преклонилось, это проповедь, это особая мина, что у нас флаг, но его не знают и не объясняют никогда, одним флагом я буду наполнять проповедь, всюду и везде, пожалуйста, давайте христинаристами все это скажем, я же не буду говорить, патриарх плохой, там КГБшник, а я какой ЦРУшник, мы же вам говорить о том, что сегодня мы должны встать, иначе нам конец, хапец, как говорят. Ну ладно, давайте отцы тогда тоже помолимся, ну, своими словами, можно, я предлагаю, там уж все-таки начать, как положено, молитва есть молитва, вы же сами не выбрасываете слово из Библии, вот, вот и мы начнем с того, как положено, а своими словами, пожалуйста, а кто вот молится, я сам и рядом, ну, мы сейчас хотели, я думаю, что мы прочитаем ангел Вапияша, а пожалуйста, отец Аякин может произнести вторую, что своими словами желает, ангел Вапияша, благодать нечистая, дева радуйся, и папи реку радуйся, твой сын воскресе, тридневен, изгробой, меркой воздвигнувой, люди, веселитесь, а святись, а святись, а святись о Новом Иерусалиме, слава Богу Господне на тебе, вести, а ликуй ныне и веселись о сионе, ты же чистая, краснуйся, Богородица, а восстань и Рождества Твоего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами причисли от Твоей Матери и всех святых, слава Тебе, благодарение Господи, за это тихое и мирное время, за эту встречу Господи, за это общение, будь милостив Господи, даруй нам ревности о слове Твоем Господи, чтобы нам, пастырям, быть добрыми пастырами, чтобы нам и пастыр свои довести Господи до Царства Небесного, будь милостив Господи, соедини нас Господи в Тебе, в любви Твоей, Господи. А Тебе за все Твои милости к нам, Господи, слава, благодарение, честь и поконение Отцу Сыну и Святому Духу, ныне приснан и вовеки любовь. Аминь. Аминь. Господи, Бога Своя Божия. Немножко душно у нас какого-то такого живета, да? посмотрите, что мне написали, возьмите свое написание, я... вот так вот оставили ключик. А чей? А те, что не положилось? Когда выступали, вначале сказали о том, что патриарха избирали, Тихона, жребием, и никто просто этого не восстал. Так в причинном Писании же в первой книге, в первой главе книги Двене Апостольских говорится, что апостолы избирали жребием. Почему Кирилла так не брали? Не было бы этого нарекоменов. Я просто не понял, вы против того, что это жребием? Наоборот, я сказал, что я тоже глухой, они избирали в конце жребием, выдаст там какой-то слепой, а я глухой, поэтому я отвечаю, здесь я чем-то похож на этого слепого, я к всему подогнал, чтобы меня не осудили, что я тем не мощный. Наоборот. И Патриан Кирилл многого бы избег, если бы он, ну не так, что давайте, все, а того убрать соперника, а того убрать, а сейчас он что терпит, ой-ой-ой-ой-ой, он может не даже и до срока. Мощнейшее на него дает давление сейчас, там выступление готовит, быстро, ой-ой-ой, я посчитал, там ужас здесь, но, это потом, ну, пускай, я вам писал письмо, если бы он ответил, я конкретно, у меня на все, на все есть программа, конкретно, выполним это, на сегодняшний день. Ну, сейчас следующее, со студентами собраться. Первое покаяние и любовь к Богу. Чтобы Бога возлюбили, что это мой Творец, создал эту прекрасную землю, чтобы в каждом движении ветерка увидели моего Бога. Доказывать ничего не надо, Он есть. А далее, пошел на это дело, что значит Слово Божие, как его полюбить, как я его полюбил. Я занимался Словом Божьим около 10 часов в день, это каждый день. Моим голосом, значит, насчитано в интернете, Библию, почти 50 томов, 12 томов за том, что больше не идея, это только мое все. 12 томов, жития, откровения, добротолюбие, 4 книги гречен, ну, 50 книг насчитано. Почему? Я люблю Бога. Понимаете, любовь покрывает все. Да, я грешник, я каждый день оточитаю молитву, прости меня грешного, но, я на этом не засыклюсь. Я знаю, что он берет грешника и преображает, и уже называет святым по вере. Святым по вере, это да, на пище говорит. Как? Ископленный чадом. Калитвену говорит, нет такого блуда, как у вас, а начинает святым избранным. Мы не должны бояться слова святой, не обрицать грехом. Да, я грешник, да, я, но теперь Бог меня избавил. У меня в мыслях нету туда возвращаться, где я был. Одна сияющая слава ждет нас, перебором. Я рад, что у вас умеет организовать, пусть с нашим не сравнишь. Ну, ведь хорошо же было. Конечно, теперь у вас потеряющие средства. Дотик, теперь потеряющие, встретимся, там сходим. Вот сейчас у нас вот была Пасха, и мы на машинах уехали в ЛО, там, в Легово, все, и я там сказал, ну, ветер мешал, проповедь, мало слышно, там все, сегодня я уже выставил в интернете. Зайдете Дотик? Нет, в Mail.ru меня стоит. В Mail.ru Игнатин Лапкин, типа, возьмите, и там все ролики, вот это все будет выставлено. Надеясь на Бога, не будешь пострадален. И когда вы приедете, ну, не торопитесь обратно домой. Мы так побудем, побеседуем, мы выйдем там что-то, картошку спесем, побеседуем, огнявшись, походим. Мы же, если мы не родные друг другу русские, кто нам? Сектанты родные, что ли? Которые все распродали миллиардеры этих? Нет, конечно. Нас объединяет кровь Христа, любовь Иисуса. Нас не объединит ни Ириста, ни экономическая территория, любовь Божия. А она нас не разъединяет, хотя я, ну, хожу в другой, допустим, храм, или в другой, епархию. Нам не надо это под одну. Наоборот, вот это наше особое, какое-то, сказать, такое положение, оно заставляет нам их задумываться. Валегко у нас склонить, завтра нет, мы растворимся, это состояние, вывернуть бредицы. У нас каждое воскресенье заняты. Одного нету, у нас все равно звонят, у кого нету, и все. И мы к себе никого не зовем, у нас под запретом, себе никого не звать. Понятно? Такого нет общего, ни у всех там, так нигде. Мы не вербуем, мы всех направляем в храм, который ближе где-то. Ну, бывает, человек обратился, я хочу непосредственно у вас быть, ну, принимает крещение, а уже стал ходить, тут уже мы не позволяем играть. У нас посты все соблюдают, до единого, сто процентов. Любовь к Богу. Она преображает всю нашу жизнь, от начала до конца, с утра до вечера. Вот только позвонят мне, сегодня с Австралией, а ребята занимаются своим делом. Сразу они, я вставлю молитву, они занимаются, они сразу становятся рядом. Знаете, это непрерывная связь молитвы с Богом, это нельзя объяснить. Это совершенно другой уровень. Вот он, он со мной живет на квартире, я юноша один, он из Греции приехал, сейчас в медицинском университете учится. Это надо просто видеть. Понимаете, слово любовь, когда оно в день, это не затертое, это сиящее, обнимающее, охватывающее человека. И апостол Павел говорил, речь же, любовь, крестов и мирность. Да. Вот как. Ну, это записывание. Единственное, что я пишу, что это парад. Подгонение за патриарх, им нужно придется еще больше претерпеть. Потому что, избран таким путем, ну, не избранник, как патриарха Тихона, мы сейчас как раз говорили, послал Владимир. Ну, нас не спрашивают. Поделите, у меня есть права. Я говорю, если бы патриархом был, я бы сегодня собор собрал, отменил все посты, кроме великого, и заперпятности. А остальное, предатель только хочет. Почему? Потому что их теперь соблюдают. Я не пишу, там, восьмом, девятом, веке. А, но я буду соблюдать. Я превышен. Для меня посты, это радость. Ну, что, пошли. Идемте уже так. На правах хозяев. Ну, вот хозяев. Повожу. Тогда уже Владимир передает. Скажите, мы приглашаем вместе, в общем, хотим. Если сейчас не передать, то это уже просто возможности, в общем-то не будет. Ну, было сделано, что-то скажу, Владимир передает. С мафио, он хотел поехать. Да, он сейчас там против. Единственный, единственный. У него там какие-то... Я знаю, я это не помешаю. Какие были? Там и надо, международный. Ну, я... он хотелось. Он общий. Потому что это единственный. Мы там, вы реально на король. Ну, за сколько? Да. Спасибо. Христос вас. Да. Христос вас. Пожалуйста. Спасибо.